Вот эти мышки есть красивые, шиншилки, знаешь? Среднее что-то между кроликом, шиншилой, котом каким-то. Домашнее животное, пушистый, пушистый такой комочек. У меня такая была... Ну, это был как грызун какой-то. Реально, не кот, вот как хищник, да? Как грызун какой-то. У меня такая была, зараза, маленькая. Мы с ней играли постоянно. Она убежала, и я за ней погналась. Я уже была как подростком, наверное. Уже не совсем ребенок, уже не совсем маленькая. Скорее подросток лет 14, может, 13. Мне все равно ее было жалко. Я за ней побежала, а она как куда-то спустилась. Раз, и в щелку какую-то. Не пришлось за ней лезть туда вниз. Не то, чтобы очень глубоко, но я увидела, что проход какой-то есть. Интересно просто. Я же там жила, я вроде бы весь тот остров знала, что за проход. Впечатление, что там огромных домов не было. Такие, как виллы, знаешь, большие. Но это не многоэтажные, они такие, как здесь высотки, допустим. И все красиво, очень ландшафт очень красивый, но все искусственное. Трава все ненастоящая. Я туда спустилась, за этой заразой, зуботой. Эти трубы большие. Дальше уже ее и не нужно было ловить. Я ее уже как взяла и вот за шиворот себе засунула. У меня такое платье какое-то розовое было. Белое с розовыми, именно не красное. Вероятно, там поводростной какой-то. Или я не знаю, почему там. Может, только одно оттенок. Почему там не было другого оттенка. Фихи его знает. Не вижу ни желтых, ни зеленых, никаких. Красное только и розовое. Вот если шкаф открываю, полностью все красно-розовое висит. Все оттенки, какие только можно. Я туда вниз спускаюсь. Это интересно очень. Я ее поймала и сюда зашивала. Она царапается, а мне интересно, что там внизу. Там не нужно было зажигать огонь. Вот и на пальчиках горит, как кончики пальцев горят. Спускаюсь и подсвечиваю. И машины такие огромные. Они гудели. Я даже не знала, что там машины есть какие-то. Что-то странное. И в углу между этими одна и вторая. Ощущение, что кто-то есть. Кто-то спрятался там между этими огромными коробками. Это непонятно. Угу. Может, я и спряталась. Ты и спряталась. Я первое воспоминание, первую встречу пыталась вспомнить. И мне сразу эта картинка пришла. Я за этой крыской желтой туда побежала. Такая как, ну, не знаю. Беложелтый заяц такой. Да, да, да. Беложелтая что-то. Бесхвостая абсолютно. Да, бесхвостая. И пушистая такой, круглая вот такая. Я за этим круглым комочком. Я забыла что-то. Овальчик и два глаза таких. Да, 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 да. Я за этим туда побежала. И потом почувствовала, что кто-то есть. Спустилась ниже. Это уже сидела тут. Меня под запасы хуйкой кинула. Куда? Я же не собиралась там туда лазить. Я же без снаряжения альпинистского. Ты странный. Я таких никогда не видела. Я маленький ищу. Весь почему-то в крови. Весь почему-то в крови и ободранный. Да, и мне, наверное, лет. Но я не знаю. Подросток. Вижу, что подросток. Может, двенадцать. Может, четырнадцать. Фихи его знает. Но вот не совсем такая маленькая девочка. Не совсем крошечная. Но еще не взрослая. Ты кто? Вот знаешь, вот такое удивление. Ты кто? Ты как? Ты что, живой? Что это такое? Неужели человек? Я не знала, что такие люди другие бывают. Я сказала, что давайте я полечу. Потому что у меня там магия была. А ты сказала, что я руки от тебя убрала. Тебе лицо почему-то в крови было ободртое. Я как вырвался оттуда, где из меня выкачивали болью все. И голова вся была. Да. Таких. Ну, гвозди вытаскивал. Там как электроды. Натыкали. Почти сейчас, как жертвоприношение. Сейчас просто колят. Сейчас этого всего нет. Мир другой. А технологии те же ничего не поменялось. Я спрашивала. Откуда ты? Потому что я не знала, что такие люди бывают. А ты-то знал, что родные бывают. А я даже подумать не могла. Я сказала, что я сейчас приведу маму или папу, чтобы они тебе помогли. А ты сказала, что никому говорить о тебе нельзя. Потому что если тебя узнают, что ты там, тебя убьет. И сразу предупредила, что я рискую. Если я не скажу, мне может быть плохо ерунда. Чего это мне плохо может быть? Я никого не скажу. Попросила, чтобы ты посидел немного. Я постараюсь прийти. Почему этот лаз никто не охранял? Они же должны были охраняться. Ну, наверное, тем, что там живут, и в голову бы не приходило в канализацию спускаться. Это город отдельный. Меня туда притащили для жертвоприношения. Я убежал, и все. Попытался там, где мне привычнее было. Естественно, и все. Поэтому охранять там никого не было. Технически там подвало. Ну, больно было. Поэтому я не хочу туда. Можно. Только то, что во снах приходит. Мы сейчас посмотрим.